Невероятно, но в 1943 году, когда Советский Союз вел кровопролитную войну со своими бывшими союзниками немецко-фашистскими оккупантами, в Москве при удивительных обстоятельствах была вскрыта организация, которая готовила фашистский переворот в стране Советов. И в этом были замешаны самые высокие лица той эпохи, фамилии которых известны многим. Эту историю нужно преподавать в российских школах, а нынешней кремлевской элите перестать стесняться своих фашистских убеждений и начать говорить об этом прямо и открыто, потому что сегодняшняя Россия соответствует всем 14 признакам фашизма по классификации знаменитого итальянского писателя и ученого Умберто Эка. Так кто же готовил фашистский переворот в Советском Союзе в самый разгар Второй мировой войны? Об этом через несколько секунд. А пока подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. Поддерживайте автора на Patreon и BuyMeACoffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, начнем с чрезвычайного происшествия, которое произошло 3 июня 1943 года в самом центре Москвы. На Большом Каменном мосту недалеко от Кремля прогремели выстрелы. Первым выстрелом была убита дочь видного советского дипломата Нина Уманская. Вторым смертельно ранен ее одноклассник, сын наркома авиационной промышленности СССР Владимир Шахурин. Постовой милиционер, дежуривший неподалеку, бросился выяснять в чем дело. На набережной он обнаружил тела двух подростков в луже крови. Место происшествия было моментально оцеплено. Скорая помощь доставила раненого в больницу. Несмотря на усилия лучших врачей, через два дня, не приходя в сознание, Владимир умер. Ему было 15 лет. Дело засекретили. В то время никто и предположить не мог, что расследование принесет совершенно неожиданные результаты. О трагическом происшествии моментально стало известно не только на Петровке, но и на Лубянке. Дело поручили вести начальнику следственной части по особо важным делам НКГБ Льву Владзимирскому и начальнику следственного отдела прокуратуры СССР Льву Шейнину. Он был известен как автор сборника рассказов «Записки следователя», а в 1934 году вел дело об убийстве Кирова. Чекисты отрабатывали версию о появлении немецких диверсантов, охотившихся в столице на детей высокопоставленных советских работников. Однако, как оказалось, шпионы тут ни при чем. Удалось установить факт самоубийства Владимира Шахурина. Ожог кожи головы вокруг пулевого ранения говорил о том, что стреляли с близкого расстояния, но оружия на месте преступления не нашли. Даже стреляные гильзы отсутствовали. На разбойное нападение это тоже не походило. На шее у Нины была золотая цепочка, а на пальце кольцо. В карманах у юноши нашли деньги. Скорее всего, уголовники к этой истории отношения не имели. Шейнин тщательно допросил всех, кто знал погибших подростков. Они ходили в школу номер 175, где учились дети партийной элиты, членов правительства и выдающихся деятелей культуры. Молодые люди симпатизировали друг другу, хотя подросток был высокомерен, заносчив и эгоистичен. Правда, школьный роман близился к завершению. Отец Нины был назначен послом СССР в Мексике, и их семья готовилась к отъезду. Володя очень переживал. Вскоре выяснилось, что классный руководитель незадолго до трагедии видел, как Шахурин достал из кармана пистолет и спрятал его в портфель. Когда рядом никого не было, юноша подошел к классному руководителю вплотную и предупредил, если кому скажешь, что видел, тебе не жить. Учитель был напуган и сознался только на допросе. Однако отец Владимира заявил, что у них в доме никогда не было оружия. И тут заговорил Вано Микоян, сын члена политбюро и наркома внешней торговли Анастаса Микояна. Мальчик признался, что трофейный пистолет Вальтер с фронта привезли старшие братья, а он похитил оружие и передал своему однокласснику. Микоян-младший утверждал, что не думал, будто его товарищ собирается кого-то убить, и рассказал, как все произошло. Вечером 3 июня трое школьников гуляли по Большому Каменному мосту. Володя с жаром уговаривал Нину не уезжать, остаться в Москве. Вано решил, что им лучше поговорить наедине, и отошел в сторону, но продолжал наблюдать за одноклассниками. В ответ на очередную просьбу Володи Нина рассмеялась и собралась уйти. В этот момент произошло совершенно неожиданное. Прогремел выстрел. Нина упала, а Шахурин поднес пистолет к своему виску. Раздался еще один выстрел. Ошеломленный Вано подбежал к лежащему другу, вытащил из его руки пистолет, подобрал две гильзы и бросился бежать. В этот момент юноша думал лишь о том, что друзья застрелены из пистолета, принадлежавшего его семье. Как получилось, что Владимир застрелил подругу, до сих пор не совсем ясно. Возможно, молодой человек случайно нажал на курок, а может быть, заранее разработал такой план, решив в случае отказа отомстить. Другие школьники подтвердили Шейнину любовную версию убийства. Якобы Шахурин действительно был влюблен в Уманскую и выстрелил в нее, потому что не мог пережить новость об отъезде. Так бы и закончилась драматическая история любви сына наркома и дочери посла, если бы в ходе расследования не всплыл дневник Шахурина-младшего. В нем содержались сенсационные факты. Оказывается, школьник создал группу, которая готовилась к свержению действующего строя. Тайная организация, в которую входили дети советской партийной элиты, называлась Четвертый Рейх. Она должна была не просто сменить власть в СССР, но и сформировать в стране нацистское правительство. Для этого молодые люди собирались создать некий штаб за Уралом, а затем, окружив себя верными людьми, дойти до Москвы, чтобы осуществить поставленную цель. При вступлении каждый подписывал клятву собственной кровью, а своих единомышленников Шахурин называл рейхсфюрерами и группенфюрерами. Невероятно, но происходило это в то самое время, когда Советский Союз вел кровопролитную войну со своими бывшими союзниками, фашистскими оккупантами. Как выяснилось, Володя был знаком с трудами Гитлера, которые в СССР были доступны только руководящим партийным работникам, и черпал из них вдохновение. Дневник был заполнен цитатами фюрера и Фридриха Ницше, а Сталина Шахурин почтительно называл учителем. Впрочем, такое преклонение со стороны юноши, разделявшего нацистскую идеологию, выглядело весьма двусмысленно. Захватить власть подростки собирались без кровопролития. Они планировали хорошо учиться, заниматься спортом и, поднявшись по карьерной лестнице, занять руководящие посты. А уже затем изнутри реформировать СССР. В дневнике был список членов Четвертой империи. Вану и Серго Микояны, Петр Бакулев, сын хирурга, академика Александра Бакулева, Феликс Кирпичников, сын генерала Петра Кирпичникова, начальника управления оборонной промышленности Госплана, Артем Хмельницкий, сын генерала Рафаила Хмельницкого, начальника центральной выставки образцов трофейного вооружения в Москве, Леонид Барабанов, сын помощника Анастаса Микояна, Леонид Реденс, племянник жены Сталина, Арман Хаммер, племянник известного американского бизнесмена Армонда Хаммера. Самая громкая акция Четвертого Рейха была осуществлена 20 апреля 1943 года, в день рождения Гитлера. Чтобы отметить это событие, решили изготовить фашистское полотнище. В семье Хмельницких оказался старый кайзеровский флаг. Его отреставрировали и добавили недостающие элементы. Белый круг с черной свастикой. Фашистское полотнище решили повесить на библиотеку. Когда все было завершено, неожиданно появился патруль, и Шахурина с Микояном доставили в Краснопресненский отдел милиции. Только вмешательство Шахурина-старшего спасло семью от серьезных последствий. Произошел тяжелый разговор между отцом и сыном, но последних выводов так и не сделал. После того, как дневник обнаружили, все члены тайной организации были арестованы. Полгода они находились во внутренней тюрьме НКГБ. Вероятно, привычные методы работы, избиения и угрозы к ним не применялись. Школьники вины не признавали и всю ответственность возложили на Шахурина. Они утверждали, что его идею Четвертого Рейха не поддерживали, называли это игрой. А в организацию Владимир кое-кого записал без их ведома и согласия. И вообще, они хотели обо всем рассказать родителям и учителям, но не успели. Доклад Шейнина об итогах расследования лег на стол Сталину. По легенде, вождь народов ознакомился с ним и произнес фразу, которая спасла жизни всех школьников, причастных к этому делу. Волчата, две жизни уже загублено, увеличивать не будем. Почему Сталин поступил столь гуманно? Остерегался ли мести родителей? Но вряд ли они представляли для него опасность. Просто пожалел глупых мальчишек? Такая версия тоже вызывает сомнения. В эти годы продолжала действовать печально знаменитая 58-я статья Уголовного кодекса, карающая за контрреволюционную деятельность, включая высшую меру наказания. Видимо, Сталин понимал, что репрессировав подростков, придется арестовывать и их высокопоставленных родителей, а значит, ослабить работу правительства. В разгар войны такие действия неуместны, их можно отложить на послевоенное время. Скорее всего, жизни подростков спасла война. Юных членов Четвертого Рейха выслали из Москвы в города Сибири, Урала и Средней Азии под поручительство родителей на один год. Им несказанно повезло. Ваноми Каян стал впоследствии авиаконструктором. Его брат Серго – доктором исторических наук, специалистом по Латинской Америке. Петр Бакулев, окончив МАИ и защитив докторскую диссертацию, прославился в области радиолокации. Вспоминали ли они когда-то затеянную ими бездумную игру? Об этом уже никто не расскажет. Никого из них уже давно нет в живых. Намного трагичнее сложились судьбы родителей погибших подростков. Константин Уманский был личностью яркой. Окончил МГУ, знал несколько европейских языков. По заказу германского издательства написал на немецком книгу «Новое русское искусство». 37-летнего дипломата назначили послом СССР в США, а в мае 1943-го послом в Мексику. Известие о гибели дочери буквально раздавило Уманского и его жену Раису Шейнину. После прощания с дочерью, которая была кремирована, супруги Уманские отправились в Мексику. Судьба оказалась к ним немилосердна. Они погибли во время крушения самолета 25 января 1945 года, направляющегося из Мексики в Коста-Рику. Константин Уманский прожил всего 42 года. Наркома Алексея Шахурина репрессировали в 1946 году. Ему дали 7 лет лагерей за участие в авиационном деле. В приговоре было сказано, что Шахурин имел отношение к выпуску самолетов и моторов с конструктивными недоделками. В результате чего в авиационных частях произошло большое количество аварий и катастроф, гибли летчики. В вину наркому также вменили махинации с трофейным имуществом. Освободили его уже после смерти Сталина, а вскоре реабилитировали, вернув звания и награды. Умер он в 71 год. Отсутствие открытой информации по делу об убийстве Нины Уманской и организации 4-й Рейх породило ряд конспирологических теорий. Одна из них утверждает, что на самом деле детей убили сотрудники НКВД по приказу Берии. Якобы тайная организация была создана при его непосредственном участии. Да и выстрел в Нину произвели слишком профессионально, в манере спецслужб, в затылок. Другая версия заключалась в том, что Шахурин застрелил Уманскую, когда та пригрозила рассказать о 4-м Рейхе отцу. Однако убив ее, он понял, что совершил непоправимое и застрелился сам. В 2009 году был опубликован роман Александра Терехова «Каменный мост», ставший лауреатом Российской литературной премии «Большая книга». Около 10 лет он вел собственное расследование этого дела и в работе над романом использовал множество материалов, находившихся как в открытом доступе, так и попавшим к нему другими путями. Автор считает, что 4-й Рейх нельзя назвать игрой избалованных подростков. Они были образованными, много читали, в том числе и Майнкамф. Ребята хорошо знали о положении на фронте и о том, что их сверстники стоят у станков, умирают от голода, воюют в партизанских отрядах. Но жизнь страны мальчиков 4-го Рейха не касалась. То, что им готовилось, было в их понимании ничто – пыль, нищета и унижение. Судьба обычных студентов, инженеров. Сын наркома не мог стать наркомом, а сын маршала не мог быть маршалом. И они понимали, что для обеспечения будущего им нужна другая идеология. А настоящее нужно отменить. В каком-то смысле это была попытка все-таки получить наследство и встать на ступеньку выше, чем отцы. Так писал Терехов. В интервью журналу «Огонек» в 2009 году он утверждал, что все цитаты и документы в книге «Каменный мост» подлинные. Ответы на многие вопросы могли бы дать 4 тома вроде бы давно рассекреченного уголовного дела. Но, по словам Терехова, с этим делом целиком до сих пор никто из историков не знаком. Чтобы его посмотреть, надо получить письменное согласие от всех живых фигурантов, а также от наследников тех участников Четвертого Рейха, которые давно умерли. Сделать это непросто. Все эти люди живут в разных странах. Хотя наверняка это просто предлог, потому что в этом деле явно достаточно фактов, способных запятнать так тщательно оберегаемую русскими собственную историю. Именно по этой причине засекречена огромная часть архивов не только времен Второй мировой войны, но даже архивы, связанные с революцией 1917 года и гражданской войной в России. Впрочем, ничего удивительного. С другой стороны, даже открытых источников достаточно для того, чтобы понимать не только то, что было в истории России, а и то, что есть, и частично то, что будет. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!